Продолжение следует... Продолжение следует... ...ответственно, со вчерашнего дня в Нью-Йорке. Вчерашний день в Нью-Йорке завершился вот таким красным цветом. Dow Jones в минусе на 0,06, S&P в минусе на 0,24 и NASDAQ в минусе на 1,1%. Очевидно, что проблемы вчерашнего дня были связаны в основном с технологическим сектором. У нас хуже ожиданий, соответственно, отчитался Google и, соответственно, там у нас большое падение, порядка 8% произошло. Правда, на премаркете уже постепенно откупается, но, тем не менее, неприятная отчетность. У нас была высокая база по прошлому месяцу, плюс замедление инвестиций со стороны корпорации, соответственно, в том числе сокращение расходов на рекламу. В общем, не очень хорошая отчетность у нас была по Google и она увела за собой в минус и другие компании технологического сектора. Apple в минусе на 2%, IBM тоже вслед пошло. В общем, вот такая история. Плюс еще и макроэкономика у нас не очень хорошо показала свои индикаторы, соответственно, заявки вновь выскочили на локальные максимумы, заявки на получение пособий по безработице. Так что серьезное улучшение, наверное, все-таки откладывается по рынку труда американскому, хотя надо будет смотреть, что там будет дальше происходить. Плюс вышла Филадельфия. Филадельфия по главному своему компоненту вышла, региональный индекс деловой активности и промышленности Федерального резервного банка Филадельфии. Вот что я имею ввиду под словом Филадельфия. И этот индекс вышел лучше ожиданий и лучше выше нулевой отметки, то есть вроде как деловая активность растет. Но если мы посмотрим в компонентах, я так подозреваю, у Дмитрия будет обзор по этим вещам, кому интересно, обязательно смотрите. На нашем сайте будет обзор и думаю, что сегодня будет Дима обсуждать то, что там происходит. В общем, в компонентах очень неприятная статистика, так что мы вчера с Евгением спорили про еще не вечер. В общем-то да, вчерашняя статистика сказала, подтвердила, дала очков моей позиции, то есть еще не вечер. И я сохраняю свое не очень хорошее ожидание по индексам к концу года. Думаю, что Филадельфии все-таки нас успеет подкосить и его результаты мы увидим не в начале следующего, а уже в конце этого года. Но как бы то ни было, как бы то ни было, катастрофы вроде как не произошло. Мы видим Dow Jones, голубые фишки закрылись около нуля, правда там Google нет. Так, и Азия сейчас торгуется, ну нельзя сказать, что большим снижением. Фондовые рынки в Азии выглядят вот таким образом, чуть выше нуля, соответственно, идут торги в Токио, в Гонконге плюс треть процента, около нуля материковой Китай. И, соответственно, вниз идут Тайбэй и Сеул, и в небольшом плюсе Австралия, в небольшом плюсе Сидней выбрались из отрицательной зоны. В общем, мы видим, что такая картина называется разнонаправленная динамика, которая у нас обычно происходит, когда нет какой-то общей идеи для движения в ту или иную сторону. И, соответственно, движение происходит на каких-то внутренних новостях по рынкам соответствующим. Так, давайте посмотрим на фьючерсы, на американские индексы. Но прежде чем обсуждать цифры, давайте я запущу наш опрос. Уважаемые коллеги, нас интересуют ваши ожидания по открытию индекса ММВБ. Пожалуйста, голосуйте, и через несколько минут мы сверим позиции по этому вопросу. Голосование идет в панели инструментов, можно открыть соответствующее окошко. Возвращаемся к фьючерсам на американские индексы. Сейчас они торгуются около нулевой отметки. В общем, без идей к вчерашнюю панику не продолжаем. И это хорошо. Плюс, да, надо вчера же отметить, что, да, у нас были хорошие попытки выйти в минус, но откупались и практически около открытия закрылись индексы. Особенно, если мы посмотрим на S&P и на, соответственно, на кого? На Dow Jones. В общем, пока никаких распродаж вроде как не видно. Минус 3% теряет фьючерс на футсе. Ну, понятно, с учетом вчерашней торговли в Соединенных Штатах это, наверное, оправданно. И это нам говорит о том, что Европа вполне может открываться в таком легком негативе, продавая на 30%. В общем, этот негатив вполне может и нам передаться. Так, продолжаем, продолжаем с сырьевыми рынками. Итак, на рынках сырья сейчас, да, опять же, нулевая динамика, не готова в ту или иную сторону двигаться рынки. Нефть продолжает сползать у нас от локальных максимумов. Сейчас, ну, здесь никакой динамики. Но если мы посмотрим на горизонте месяц, а еще лучше на горизонте 6 месяцев, то будет понятнее картинка, да. То, соответственно, после тестирования 115 мы потихонечку сползаем. И цель у этого движения находится, наверное, где-то в районе 111 долларов за баррель. Но, в общем, и здесь пока уровней достаточно вообще-то, если с точки зрения вечности на это смотреть. Уровни достаточно комфортные для российской макроэкономической ситуации, и для российских компаний, в том числе и добывающих компаний. Так, 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 про это поговорили. Давайте посмотрим, а, нет, давайте на золото поглянем и на то, что происходит в меди. Золото у нас идет вниз, соответственно, сейчас 17.40 чуть меньше. Пятую часть процента теряем. Небольшой негативный сигнал и такое заметное движение вниз по меди. Минус почти процент мы теряем. В 80-х это сильно для меди. Ну, не то чтобы очень, да, мы увидели и более хорошее движение. Но, в общем, однозначно уходит от рисков сейчас игроки. И мы сейчас торгуемся ниже минимума вчерашнего дня. В общем, продавцы в меди настроены решительно. Наверное, там какие-то свои истории. Или вот кончетность американской медной компании, меднодобывающей будет у нас сегодня в этот день. Поэтому, может быть, к нему готовятся игроки. Но, как бы то ни было, как бы то ни было, медь продают и это плохо. Давайте теперь будем завершать. Но, прежде чем завершать, давайте посмотрим на Форекс. И на Форексе у нас уход от риска скорее. Нет, наоборот, уход от безрисковых активов. Все продается против американского доллара и японской иены. Но продается, я бы не сказал, что все покупается против доллара и японской иены. Но покупки эти не ахти какие. В общем, скорее около нуля сейчас торгуется евро. Внутри дня ситуация по евро выглядит вот таким образом. Мы, это, наверное, называется белый шум. Торгуемся около нулевой отметки, чуть выше. Но движение микроскопическое. Так что можно сказать, что без изменений у нас в евро сейчас ситуация. С точки зрения более дальней перспективы евро выглядит вот так. Это 6 месяцев последний дневной график. Мы сейчас около, ну, скорее ближе к верхней границе локального торгового диапазона. Вот здесь торгуемся. Поэтому, скорее, вероятность движения вниз все-таки, наверное, больше, чем движение вверх. Но я бы пока воздержался бы от позиций по евро, если об этом идет речь. Потому что, может, стопы некрасивые здесь. Красивые стопы не поставить. Поэтому и, наверное, среднесрочные, ну, в смысле на несколько дней позиции, наверное, открывать не стоит. Так, итак, мы посмотрели весь внешний фон. Таким образом, сегодня на открытии торгов в Москве надо ждать, скорее, продаж нейтрально-негативной динамики. Да даже не нейтрально-откровенно-негативной. Я думаю, что пойдем вниз сегодня на открытие. Так, закрываю опрос по сегодняшнему дню. Первый вопрос. Открытие индекса МВБ. И у меня вот такие результаты показывает мой компьютер. За движение вниз проголосовало 38% участников. За боковую динамику 21% и за движение вверх 6%. Ну, в общем, большинство за нейтрально-негативное движение. И все-таки в лидерах медведя у нас сегодня на открытии торгов в Москве. По крайней мере, в нашей небольшой нерепрезентативной выборке участников видеобрифинга «Эспрессо» от Китфинанс. Так, вот результаты опроса на ваших экранах. И я сейчас, разрешите, открою вторую часть опроса. Ваши ожидания по закрытию индекса МВБ. Итак, голосование идет. Голосование идет. И давайте посмотрим на, соответственно, текущую ситуацию с точки зрения обыкновенного свечного графика. Итак, мы завершили день на уровне 14.75. Не удалось нам выполнить мой большой план. Ну, маленький план 85. До него дошли. Большой план был 1500. Но сил не хватило. Соответственно, думаю, что и сегодня, наверное, все-таки эта планка будет неактуальной. Если мы говорим о движении вниз, то хорошей поддержкой для сегодняшнего дня должна стать 200-дневная скользящая средняя, которая, ой, нет, не 200-дневная, а 20-дневная, первой остановкой, 20-дневная скользящая средняя, которая сейчас находится на уровне 1467. Так что, думаю, на открытии мы куда-то на этот уровень постараемся уйти. Так, если мы говорим о дальнейшей торговле, то думаю, что все-таки 1457, 200-дневная скользящая средняя, это все-таки актуальный уровень для сегодняшнего дня. Думаю, что это та поддержка, до которой мы попытаемся медведи попытаться дотянуться сегодня в течение дня. Так что 1460-1457 – это, ну, такие достойные цели для сегодняшней торговли. Но надо отметить, что у нас здесь по пути много всяких таких уровней важных, поэтому путь медведей не будет таким уж простым. Вот здесь, очевидно, на 1465 расположены поддержки, ну, и, соответственно, на 1470-1467. Соответственно, думаю, что здесь мы будем сразу после открытия, через несколько минут, в районе 1467 и дальше до 1460 будем давить. Итак, итогово 1460, наверное, ну, так, чтобы не округляю, да, 1457 – это нижняя граница, и, соответственно, 1400, ну, наверное, думаю, что написать. Думаю, что сегодняшний день мы закроем около нуля. Все-таки нет у нас таких уж совсем новостей для того, чтобы продавать. Поэтому, не знаю, вернемся, мы выше 1475 пойдем на 85 или здесь и застрянем. Ну, давайте для того, чтобы перестраховаться, я напишу 1480. Думаю, что будут поводы у нас, нет, поводов не будет, на самом деле. Что я пишу, не понимаю. Так, ну, как бы то ни было, да, чтобы зафиксировать позицию, не совсем уверен, верхняя граница, куда мы отскочим, не отскочим, но напишу 1480 для того, чтобы подчеркнуть свое мнение о том, что мы закроемся скорее ближе, скорее в верхней половине торгового диапазона. Вот такая моя позиция на сегодняшний день, и, соответственно, закрытие около нулевой отметки. Хотя я это говорю и не очень в этом уверен. Нейтрально-негативное закрытие. Так, почему у меня такая неуверенность по сегодняшнему дню? Во-первых, еще не прошел запал ожиданий 1500, все-таки очень так бодро поднялись, поэтому вроде как рынки не совсем хотят падать, такое ощущение. Да и вчера в Америке мы видели небольшое желание падать, за исключением высокотехнологичного сектора. С другой стороны, новостной фон скорее неприятный. И что здесь за неприятности? Ну, первая макроэкономическая статистика у нас, соответственно, в Соединенных Штатах выходят продажи на первичном рынке жилья. Почему здесь неприятности? Хотя в начале недели мы видели, что очень и очень хорошая статистика по рынку жилья. Но здесь надо отметить, что выходившая статистика, она относится, во-первых, скорее к рынку первичному, чем к вторичному, по которому сегодня данные выходят. А вторичный рынок – это основной рынок недвижимости, основной рынок жилья. Это первый момент. Второй момент – выходившие в начале недели индикаторы рынка недвижимости все-таки больше относятся к компонентам. То есть это заявки, новостройки и, соответственно, индекс деловой активности в среде домостроителей. То есть это скорее ожидание домостроителей о том, каким будет рынок. Сейчас же выйдут данные фактически по сентябрю. Причем сентябрь, мы помним, что оживление на рынке недвижимости, скорее всего, связано с мерами Федеральной резервной системы, которая будет у нас выкупать или уже выкупает, не совсем понятна эта ее позиция. Облигации ипотечных агентств, соответственно, будут давить на ставки, будут повышать доступность ипотеки и так далее. Вот, собственно, на этом недвижимость и оживает. Вот, соответственно, все это началось в сентябре, причем во второй половине сентября еще непонятно началось или не началось. Так что на первичке вряд ли это сильно скажется. Плюс у нас очень высокая база по августу сложилась в этом показателе, поэтому есть шанс отвалиться. И это может неприятно быть воспринято рынком сегодня в 6 часов. Плюс у нас сегодня есть корпоративная отчетность и здесь есть такие точки, которые меня заставляют ожидать не очень хороших вестей. Итак, мы видим, опять же, что большинство компаний скорее отчитываются лучше ожиданий. Правда, ожидания были прямо, скажем так, в себе. В общем, большинство компаний скорее отчитываются хуже, чем предыдущий квартал. Да и ожидания тоже не очень хорошие. Так, сегодняшний день. Сегодня день у нас машиностроителей и нефтесервиса. Сегодня у нас Бейкер Хьюз, Шлимберже и еще, по-моему, кто-то Холибертон отчитался. Да, Холибертон отчитался уже, Шлимберже и, соответственно, Бейкер Хьюз. Ну, интересно для нас. А, вчера же эти самые отчитывались, Холибертоны. Соответственно, для нас эти компании важны, потому что это нефтесервис такой. Понимание того, инвестируют ли в развитие нефтедобывающей компании или нет, и какова динамика. Вот, судя по Холибертону, вроде как мы успокоились в этом показателе, как минимум. Так, и сегодня у нас, ой, и AMD у нас сегодня хуже ожидания отчиталось, да, на 34%. Это, соответственно, главный конкурент Intel, который производит, соответственно, микропроцессоры. У них там в 2006 году была мощная война, подкосившая Intel. Соответственно, сейчас они ниже на 34%. В общем, видно, что бизнес не готов инвестировать, судя по вот этим цифрам. Бизнес не готов инвестировать, соответственно, в развитие своей IT-инфраструктуры. И, естественно, это подрывает перспективы роста в следующих кварталах. Но еще более сильный сигнал о том, готовы инвестировать или нет, будет получен сегодня. И именно это меня и настораживает сегодня. Вот сегодня отчитывается компания General Electric. Мы знаем прекрасно, что это производитель всего, что угодно. Производитель сложного технологического оборудования, производитель энергетического оборудования, атомной электростанции, турбины. Все, что угодно делает компания General Electric. И, соответственно, это хороший индикатор того, инвестируют ли бизнес или нет. Плюс сегодня. И когда они отчитываются? Они сегодня отчитываются в 14.30. 14.30. Крайне важная точка сегодняшнего дня. Плюс компания Honeywell – это конкурент, более мелкий конкурент компании General Electric. Они не входят в Dow, но, тем не менее, тоже будет понимание по сектору. В 15.30, соответственно, мы получим данные по этой компании. Honeywell, по-моему, еще и технику делает, в том числе добывающую дорожку и так далее, как это называется, автомобили технические. Так, и сегодняшний день у нас еще отчитывается McDonald's. Но McDonald's, может быть, скрасит нам утраты, о которых нам поведает компания, зависящая от инвестиционного спроса. Потому что, еще раз повторю, у нас вроде как в сентябре, в конце августа, начале сентября, оживились потребители американские. И, соответственно, здесь есть повод ждать, скорее, хороших цифр по McDonald's. И, соответственно, это будет такой определенной преградой на пути у продавцов. Кто-то отчитался у нас, что ли? Чего это? А, это. Неважно. Так, итак, McDonald's, Honeywell. McDonald's в 16.00, в 4 часа. Вот такие крайне важные точки на сегодняшний день у нас есть. И, ну, все-таки, 3 из 4 скорее указывают вниз. Поэтому есть шансы дотянуться до 200-дневной скользящей средней. Вот такие мои ожидания на сегодняшний день. Чем дольше я о них рассказываю, тем хуже у меня настроение. С утра было такое хорошее настроение. Так, давайте я посмотрю сейчас в чат, но перед этим подведу итоги опроса. Итак, результаты опроса на ваших экранах. Большинство голосует вниз 43%, вверх 11% и за боковую динамику 11%. Так, и сегодня мы начали торги, движение, ну, нейтральное открытие скорее, и движение вниз. Сейчас уже 14.71, сейчас ляжем на 14.70, 14.67 и будем дальше давить до 14.60 или 14.57. Вот такие ожидания. Так, судя по Амерам и учитывая фактор пятницы, нас сегодня ждет поездка вниз. Как даже начнется так ожидаемое президентское ралли. Президентское ралли было, но я этот день проболел. Я не думаю, что у нас уж такое сильное президентское ралли, к тому же сам этот факт президентского ралли все-таки статистически переоценен, в смысле газетами переоценен, потому что если мы посмотрим на статистику предвыборных месяцев, то там все не так уж и однозначно. Неоднозначный вынос вверх, поэтому тут я бы не сильно надеялся на этот фактор движения вверх. Да, есть определенные моменты, связанные с макроэкономикой, которые вроде как связаны с президентскими выборами, и может быть на это нас поведут вверх. Но здесь бабушка на двое сказала так, а если начнется война с Ираном после 6 ноября, наш рынок рухнет, это 6 ноября, это цифра, связанная с днем Великой Октябрьской социалистической революции, или какие-то другие соображения Андрея, если честно. А, 6 ноября выборы, да, у них выборы. Да, 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 Андрей, простите, у меня свой календарь. Да, ну, если честно, вроде как там все не очень хорошо, и керосином пахнет действительно, и выборы, естественно, у нас сдерживают желание воевать, а у американцев, и вполне возможно, что начнется какая-то заварушка, если Турция нападет на Сирию, Сирия нападет на Турцию, в смысле Иран нападет на Турцию за то, что тот напал на Сирию. И, соответственно, все НАТО вступится за Турцию, за бедную несчастную Турцию, и придется американцам начинать войну, а тем временем Израиль уже нанесет ядерные удары по ядерным объектам в Иране. Вполне возможно такой сценарий, хотя вероятность его я бы не переоценивал, но, естественно, если он произойдет, то у нас, по крайней мере, локальная затыка будет в Армузском проливе, соответственно, где-то процентов 20 мировой, ну не 20-15 мировой нефти с рынка уйдет, и, естественно, это будет такой большой спайк по рынкам. Да, не говорите жуть, не будет большой спайк по нефти, это за сторону 150, если не 175 долларов за Brent. Да, причем, да, и у нас будет огромный спрейт между Brent и WTI, потому что WTI, там у нас свои американские истории, и они будут не так чувствительны к тому, что происходит в Российском заливе, и американцы будут потирать руки, получат высокие цены по нефти для своих конкурентов и будут очень радоваться. Так, для того, чтобы падать нашему рынку, поводы не нужны, ну, в общем, и для того, чтобы расти, тоже поводы не нужны, но если они есть, то нам, аналитикам, проще смотреть и рассказывать об этом. Так, ну, согласен с тем, что наш рынок скорее склонен падать, чем расти, это точно подмечено, да. Добрый день, вчера сокращала акции Роснефть, и ваше мнение по этой акции? Ну, если честно, на общем фоне они скорее выглядят такими хорошо перекупленными, вот, поэтому, наверное, все-таки разумная позиция, тем более, что рынок вроде как дальше пробиваться вверх и расти, вроде как, ну, по крайней мере, по динамике сегодняшнего утра и по вчерашней динамике вроде как не готов. Так, ну, все, если, Татьяна, это ответ на ваш вопрос, я думаю, что разумно сокращать, да, позицию Роснефти. Все, на этом буду завершать наш видеобрифинг, всем большое спасибо за участие и за вопросы и комментарии, увидимся с вами в понедельник в 9.40 на видеобрифинге Эспрессо. Удачных сделок, удачных торгов, до встречи, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.